Около 400 московских предприятий могут возобновить производство. С них сняли ограничения. Главное подготовить в соответствии с новыми требованиями рабочие места, а самих работников максимально обезопасить. Проигнорируют вопросы безопасности, получат серьезные штрафы. Потому как главное сейчас – жизнь и здоровье людей. Так что, понимая, что с ковидом нам всем пока до появления вакцины придется как-то жить, за соблюдением правил следить будут жесточайшим образом. И именно поэтому же, запуская экономику, страна максимальные усилия прикладывает к тому, чтобы население не болело. И это не только снабжение масками и перчатками или развертывание новых коек. Москва, например, переходит на следующий уровень тестирования на корону – иммуноферментный анализ. Бесплатный и самый масштабный в мире. О том, как огромная страна и ее жители противостоят заразе. Матвей Шестаков. Иммуноферментный анализ крови – современные исследования с очень высокой точностью. Анализ позволяет определить, болен ли человек коронавирусом. А если уже переболел, что тест тоже покажет, насколько у него высока сопротивляемость ковид-19. Бесплатное, но самое главное – массовое тестирование стартовало в Москве. 30 поликлиник начнут забор крови у москвичей для скрининговых исследований. До 70 тысяч москвичей будут еженедельно получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тесты на заболевания. Таким образом, мы будем в большом масштабе проводить скрининговые исследования. С одной стороны и с другой стороны на ранней стадии выявлять заболеваемость. Дополнительно к ПЦР-тестам, которые будут в обязательном порядке не только на этом уровне работать, но и дальше развиваться. Это первое. Второе. Запуская предприятие в работу, мы обязали периодически проводить тест-исследование своих работников. Поэтому эта система будет работать и на предприятиях. И, конечно, так как мы находимся, по сути дела, в одной эпидемиологической ситуации с нашими коллегами из Московской области, я разговаривал на этот счет с губернатором Московской области, вместе начинать развивать тестирование ИФА-тестами и жителей Московской области непосредственно с помощью Министерства здравоохранения. К концу мая в Москве будут проводить более 200 тысяч ИФА-тестов. Это плюс к тем 40 тысячам ПЦР-проб, которые обрабатывают ежедневно. Методики дополняют друг друга, что позволяет наладить качественную диагностику. Столичная система тестирования беспрецедентна, но по количеству проводимых тестов Россия в мировых лидерах. Главное сейчас понять, сформирован ли так называемый популяционный иммунитет. Это важнейшие сведения, которые необходимы не только для лечения людей, своевременного лечения людей, но и определение всей тактики и стратегии работы всей медицинской системы города. И не только. Это связано и с тем, чтобы адекватно принимать решения, связанные с ограничительными мерами. Работы промышленности, строительства, науки, торговли, услуги и так далее. Чтобы мы понимали, куда мы идем. Статистика «Сколько переболели, а сколько болеют» будет размещена в открытом доступе на сайте мост.ру, где с цифрами может ознакомиться каждый с первого дня. Москва, как и Петербург, публикует всю информацию о коронавирусе, что очень уж будоражит фантазию журналистов отдельных западных изданий. Американская «Нью-Йорк Таймс» и британская «Файнэншал Таймс» синхронно выходят с громкими заголовками. Считали, видимо, тоже вместе. Данные городских властей Санкт-Петербурга показывают, что в прошлом месяце было зафиксировано 232 случаи смерти, превышающих среднестатистический показатель смертности. А официальное число умерших в городе от коронавируса составило всего 29 человек. Цифра 72-процентного занижения данных является консервативной оценкой. Общая цифра смертей за апрель намного превышает официальную статистику, согласно которой от коронавируса умерли 642 человека, что свидетельствует о значительном занижении данных властями. Такие ничем не подкрепленные выводы сделаны на основе открытых данных о смертности за минувший месяц. За апрель 2020 в Москве умерло на 1700 человек больше, чем в среднем за аналогичные периоды предыдущих пяти лет. Следовательно, делают вывод западные коллеги, умерли эти люди от коронавируса, а коварные российские чиновники все это скрывают. Информационный тренд весьма оперативно подхватило агентство «Блумберг», выпустив статью с громким заголовком. Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских. Москва, наверное, единственная, кто опубликовала данные по смертности за апрель месяц на открытых данных, сознательно, самостоятельно, для того, чтобы эти данные могли использовать все. Действительно, у нас наблюдается увеличение смертности за апрель 2020 года. Мы уже прекрасно понимаем, что любая пандемия, конечно же, влияет на увеличение смертности горожан. Это вполне понятно. Вирус бьет по самому больному, обостряются все хронические заболевания. Но называть в данном случае причиной смертный ковид просто не представляется возможным. Инсульты, инфаркты и онкология. 60% апрельских смертей обусловлены этими причинами, что подтверждается результатами вскрытия. Установление причины смерти в России – результат сложного исследования. В отличие от большинства стран мира, в России по нормативным документам, по нашим требованиям, 100% производится патологоанатомическое вскрытие умерших и с подозрением на ковид, и с диагнозом ковид-19, и других умерших в городе Москве. В настоящее время 100% подлежат патологоанатомическому вскрытию. Поэтому результаты получаются наиболее объективные. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, Россия не занижает показатели летальности. Уровень смертности от коронавируса в нашей стране действительно ниже общемирового почти в 7,5 раз. Публикации американских и британских изданий в нашем МИДе назвали беспочвенными спекуляциями и очередным сенсационным антироссийским фейком. Речь идет не просто о возможной ошибке журналистов, которые не разобрались в ситуации, а о том, что они не хотели в ней разбираться. Также нас насторожила и синхронность появления упомянутых статей, их поразительная схожесть, схожесть их содержания. Здесь, опять же, нет у нас сомнений в истинных целях их подготовки. Мы видим и доказательств все больше, что некоторые силы, к сожалению, на Западе стремятся использовать текущую кризисную ситуацию во всем мире для дискредитации. Количество умерших – самые показательные цифры в борьбе с пандемией. Ни в США, где самая высокая смертность в мире и где скоро президентские выборы, ни в Великобритании, которая от коронавируса пострадала больше всех в Европе, цифры эти оптимизма, увы, не внушают. При этом даже они не отражают всей картины. Неучтенными остаются все те, кому помощь не оказали – бездомные, постояльцы домов престарелых или те, кто умер дома. Западная медицина, в основном платная, дорогостоящую страховку, многие просто не могут себе позволить, а уж по смертным обследованиям такого умершего вряд ли кто-то будет заниматься. В том же Нью-Йорке, где количество погибших от коронавируса приближается к 22 тысячам, данные о так называемых нековидных смертях на официальном городском сайте стали недоступны. При этом западные журналисты, обвиняя нас в манипуляции статистикой, берут официальные цифры, размещенные российскими властями в открытом доступе. На страницах американской и британской прессы ни слова о том, что коронавирус в России лечат бесплатно, по полису. Владимир Путин неоднократно подчеркивал – важнее всего жизнь людей. Оперативно перепрофилированные больницы и жесткие ограничения, а также вовремя закрытые границы, позволили нам выиграть время и подготовить систему здравоохранения. Депутаты Госдумы требуют лишить аккредитации журналистов «Нью-Йорк Таймс» и «Файнэншал Таймс» – это не наш метод, дипломатично отвечают в МИДе. Направив в редакции изданий исчерпывающую информацию для публикации опровержений. Вместо поисков виноватых в России сейчас заняты другим. Нужно восстановить экономику. Заработали предприятия ключевых отраслей, промышленности, строительства, добычи полезных ископаемых и другие. Конечно, все это при жесточайшем соблюдении санитарных норм. Перед выходом проведены мероприятия по рекомендациям Роспотребнадзора, а именно произведена дезинфекция помещений, проведены анализы на коронавирусную инфекцию у рабочих, которые приступили к строительству. Закуплены и завезены санитайзеры, маски, перчатки. Соблюдаются меры социального дистанцирования. То, как будут выходить из изоляции, решают на местах. Москва, как и многие другие города, оставила пропускную систему и ввела масочный режим. Маски – это очень эффективный способ предохранения от инфицирования. А перчатки почему имеют большое значение? Потому что болевший и носитель вируса, ну, например, он кашлянул, закрыл рот себе при кашле, значит, или чихнул, или насморк у него протернулся, значит, у него руки инфицированы. Он дотрогнулся до каких-то бытовых предметов, или поручни в метро, или в подъезде дома, когда поднимается по лестнице. Это становится объектом инфицированной. В общественных местах и в транспорте теперь нужно находиться в маске и перчатках, иначе штраф до 5000 рублей. Пассажиры метро с пониманием отнеслись к вынужденным мерам. В столичной подземке, например, теперь можно встретить даже вот такой поезд в маске. Каждый регион самостоятельно снимает ограничительные меры. Там, где заболевших не так много, открывают магазины, салоны красоты, разрешают прогулки и занятия спортом на открытом воздухе. Все это, конечно, с соблюдением социальной дистанции и использованием средств защиты. Маски и перчатки с нами похожи надолго. Страна учится жить в новых реалиях. Матвей Шостаков в центре событий.